В Мелитополе состояла встреча бывших работников, заводов, товаров народного потребления и литьё с руководством города и области. Основной вопрос повестки дня – погашение задолженности по заработной плате, размер которой на сегодняшний день составляет около 4 миллионов гривен. Два преемника государственного завода «Автоцветлит» ООО «Товары народного потребления» и «Литьё» начали наращивать долги по зарплате с 2008 года. И если представители литья, которое находится в процедуре банкротства, обещают начать рассчитываться с людьми уже этим летом, то товары народного потребления намерены растянуть процесс до конца года. За прошедший год по 1.02.2014 силами предприятия было погашено 1 миллион 203 тысячи гривен. Также на данный момент на первое число задолженность составляет 3 миллиона 584 тысячи гривен. В октябре месяце, согласовав и получив информацию от наших инвесторов, был составлен график полного погашения задолженности по заработной плате, согласно которому вся задолженность планируется погасить до декабря текущего года. «Как заверила ликвидатор, что вопрос погашения по заработной плате, то есть она планирует начать осуществлять уже в июне месяце этого года. Поэтому как бы на сегодняшний день, как она мне объяснила, задолженность у неё имеется в данном предприятии перед 327 людьми». Озвученные сроки погашения долгов по зарплате не устраивают людей, которые потеряли работу и фактически остались без средств к существованию. Они уверены, что имущество некогда процветавшего завода «Автоцветлит» сегодня разворовывается. «На момент закрытия завода активы предприятия составляли перед фондом Госмойна 56 миллионов гривен имущества вместе со зданиями и незавершенного 14 миллионов. То есть в совокупности составляло 14-70 миллионов гривен имущество предприятия. «А сейчас, оказывается, 26 миллионов они нашли. А куда ж остальные миллионы делись? Вот я и называю». «По карманам положили». «А вывезено металлолом, вот тоже данные. Я же говорю, нам просто звонят. Каждый тот раз заходит, то ещё что-нибудь заходит на завод. А нам говорили, что ни одного болта оттуда не выйдет, ни одна машина прокурор нам тоже говорил, что ни одна машина не проскочит». Соответствуют ли озвученные факты действительности, на следующей неделе проверят сотрудники регионального подразделения Фонда Госимущества Украины. Вместе с членами инициативной группы из числа заводчан они проведут инвентаризацию имущества «Автоцветлита» и доложат о результатах руководству Запорожской области. Продолжение следует...